Причинные симптомы повышения температуры у ребенка. Будь то чрезмерно долгое пребывание малыша на палящем солнце или излишнее его укутывание, и то предсказуем, скорее всего, температура тела ребенка повысится. Это происходит из-за несовершенства механизма терморегуляции у детей. Виновниками отклонения ртутного столбика термометра в большую сторону часто бывают вирусные, кишечные и бактериальные заболевания. У детей они проходят с ярко выраженными симптомами, такими как насморк, кашель, расстройство стула, боль в горле и ушах. Значительно реже повышенная температура тела может говорить о наличии эндокринных заболеваний, протекании аллергических реакций, опухолях, нервных расстройствах и потрясениях. Симптомами повышенной температуры у ребенка является быстрая утомляемость, отказ от еды, плаксивость и беспокойство. Визуально можно отметить блеск глаз и покраснение кожи лица. В зависимости от причины и вида лихорадки руки и ноги ребенка могут быть очень холодными или, наоборот, горячими. У детей возрастом до года при значительном повышении температуры могут появляться судороги. Что делать, если у ребенка повысилась температура? Родителям следует запомнить, какой бы высокой ни была температура у ребенка, паниковать и нервничать нельзя ни в коем случае. Во-первых, испуг и нервозность родителей легко передадутся малышу, а во-вторых, действия паникующего человека редко оказываются правильными. Достаточно будет хорошо проветрить комнаты, снять с малыша лишнюю одежду памперс, напоить теплым чаем, компотом или водой. Усадите ребенка рядом с собой, поиграйте вместе в спокойной игре или почитайте книгу. Можно обтереть лицо, руки и ноги ребенка влажным теплым полотенцем. Если виной повышение температуры тела был перегрев, то такие действия помогут в скорости увидеть на градуснике нормальные значения. Насторожить родителей должно появление более высокой температуры. В этом случае одних только обтираний может быть недостаточно. Другое дело, когда ребенок имеет неврологическое заболевание, склонен к появлению судорог или сильно ослабевает от болезни. Тогда нужно сбивать даже 37,5 ос. Почему при высокой температуре у ребенка холодные руки и ноги, горячая голова? Обычно это состояние сопровождается нарушением теплообмена и спазмом сосудов ребенка. В таком состоянии не торопитесь давать ребенку сильно действующий жаропонижающий, это лишь усилит спазм. Поэтому ребенка нужно раздеть, охладив тело и согреть ему ручки, ножки, грелкой или растиранием. Дать ребенку теплое пить ее т.к. В этом состоянии не хватает жидкости в организме, густеет кровь и плохо поступает в конечности и циркулирует в основном вокруг внутренних органов, перегревая их. Ни в коем случае не применять охлаждающее обтирание, это усилит спазм. Достаточно того, что раздели ребенка и дали спазмолитик, ну шпа и через полчаса жаропонижающий. Чем сбить температуру у ребенка? Чтобы сбить жару ребенка, придется выбирать один из двух препаратов парацетамол или ибупрофень. Эти действующие вещества находятся в основе большинства жаропонижающих препаратов предлагаемых в аптеке. При этом названия лекарств могут быть самыми разнообразными. Парацетамол можно использовать для детей возрастом от двух месяцев. Выпускается он в виде таблеток, свечей и сиропов. Наиболее удобными в применении считаются свечи цифекун и сироп Panadol Baby. Чтобы избежать передозировки, применять препарат нужно строго следуя инструкции. Примечательно, что препараты с парацетамолом не действуют или имеют непродолжительное действие при серьезных заболеваниях, таких как отит, бронхит, невмония. Ибупрофен является действующим веществом нурофена препарата, разрешенного к использованию детям от трех месяцев. Сироп и нурофен имеют приятный клубничный или апельсиновый вкус, а действие самого препарата не ограничивается одним только избавлением от лихорадки. Ибупрофен помогает избавиться от боли в ушах, горле, а также ломоты в мышцах. Недостатком нурофена сиропа является наличие в его составе красителей и подсластителей, что может вызывать аллергические реакции у ребенка. Применение нурофена в свечах позволит избежать возможных аллергических проявлений. Эффект от использования свечей несколько дольше, чем от сиропов, однако при очень высокой температуре свеча может подействовать не скоро, либо не подействовать вовсе. Также не стоит забывать об особенностях организма ребенка. Если ребенок может вырвать от сладкого сиропа, то стоит воспользоваться свечами. Если же он склонен к запорам и на момент введения свечи не опорожнил кишечник, выбрать сироп. Если температура тела ребенка перешагнула отметку в 40 ОС и использованный жаропонижающий препарат не оказал действия, нужно применить лекарство с другим действующим веществом в другой форме. Например, прибывшая бригада не только установит точную причину появления жара, но и сделает специальный быстродействующий жаропонижающий укол. Также срочной помощи медиков при повышении температуры не избежать, если у ребенка появились судороги, возникают галлюцинации. Бред, помыкнение сознания появилось, рвота или понос заболел, живот посинела, кожа ребенку стало тяжело дышать. Чего нельзя делать ни в коем случае при температуре у детей. Сбивая жару ребенка, родителям следует знать, что есть действия, которые недопустимы ни в коем случае. И чтобы не утверждали бабушки и дедушки, ссылаясь на свой жизненный опыт, никогда нельзя, даже если температуру удалось благополучно Сбить за ребенком придется некоторое время понаблюдать. Возможно повышение температуры через время повторится. Тогда правильнее всего будет обратиться к врачу, который поможет установить причину появления лихорадки, назначить соответствующее Лечение и поможет восстановить здоровье ребенка после высокой температуры.